Всем привет! Сегодня 25 мая и мы идем в ущелье Учкош, которое находится неподалеку от Ялты. Это ущелье знаменитое. Тропа начинается от санатория, если я не ошибаюсь, Долосы или Долосы, как там правильно. В общем, здесь противотуберкулезный санаторий есть. И рядом поселок Советское, по-моему. Мы доехали до сюда. Правда, нужно спрашивать на охране, разрешат ли вас сюда пропустить. И тропа сразу идет вверх. То есть начинается Ялтинский горно-лесной природный заповедник, по которому нужно идти вверх. Причем такой сразу резкий крутой подъем начинается. А вообще еще до Учкоши можно добраться и другим способом. То есть от поселка Васильевка. Но, по-моему, там путь сложнее. Если честно, я не очень знаю. Как-то так. Пока мы тащимся вверх. Сами не знаем куда и сами не знаем, что нас впереди ждет. Но тема интереснее. Тропа, на самом деле, очень круто поднимается вверх. Смартфон, конечно, этой крутизны вам не покажет. Вот такой вот рекой шишки вниз падают по тропе. Очень красиво это смотрится. Вообще, вот эта Ялтинская заповедная зона очень красивая. Сегодня, кстати, пасмурный день. Опять похолодало. Мы вчера только-только успели обрадоваться, что наступила южная жара. Как сегодня проснулись утром. Плотный туман. Небо все заволокло беспросветно тучами. И главное теперь не дождаться бы дождя. Не хотим мы его. Потому что этот дождь сломает нам весь день. Как уже было тут один раз. Тем более, что мы ушли сегодня практически на весь световой день в такое природное путешествие. Мы хотим следовать эту тропу. Все посмотреть. И поэтому будет крайне обидно под дождь попасть. Врагу не сдается наш гордый народ. Плетусь позади всех, но плетусь вверх. Навстречу каким-нибудь красотам. Хотя вокруг уже все красиво. Наслаждаюсь лесом. Единственный минус всех этих горных лесов прекрасных. Что это всегда находится на горе. Естественно, что надо все время куда-то таращиться вверх. И дыхалки, конечно, не хватает. Вот таких, как я. Скажи-ка, сколько ты сейчас поднимался? Поднимались примерно 800 метров. Средний уклон 20 градусов. По мне все 50. Очень мне было тяжело что-то подняться сюда. Но дальше мы видим какой-то шлагбаум впереди нас. Надеемся, что мы идем правильно. Если честно, мы, конечно, впервые в жизни. И вчера так наспех погуглили. Вечером поздно некогда было углубляться уже в тему. Потому что мы приехали вчера с другого природного места. Уставшие, как собаки. Еще вечером пошли гулять по Грузуфу. Там нагулялись на побережье моря. И, в общем, короче, мы вообще без ног вчера поздно вечером вернулись в гостевой дом. И вот некогда было уже что-то смотреть. Поэтому что-то вот так быстренько нашли. Где еще здесь что можно увидеть? Здесь узнали про ущелье Учкош. И вот решили у него сходить. А вообще мы, в принципе, в Грузуф поехали спонтанно. У нас в планах его не было. Поэтому места мы здесь не проштудировали. Все как-то вот так вот получилось. Тем не менее, в Грузуфе мы зависли по времени дольше всех. Хоть вообще он у нас в планах не стоял. Лес здесь невероятной красоты. И единственное, что очень тяжело подниматься все время вверх. Вот если бы просто по тропке ходить, было бы вообще прям сплошное наслаждение. И тишина гробовая. Видите, проход-проезд закрыт. Но мы пошли. Нормальные ребята всегда идут в обход. Обходим. Здесь вот тропа уже пошла ровненько, более-менее. Уже можно вздохнуть. Смотрите, посреди леса растут пионы дикие. Просто необыкновенность какая-то. Целый куст. Никогда не видела, чтобы в лесу росли пионы. Вообще в этой заповедной зоне ни в коем случае нельзя рвать никаких цветов, никаких растений. Ничего рвать нельзя, потому что все находится под охраной. Вот весь этот Ялтинский заповедник невероятной красоты места. Здесь можно с разных концов в него заезжать. И везде вы получите наслаждение. Так что рекомендуем не просто по Ялте гулять, а обязательно заглянуть в природные места, потому что они здесь просто шикарные. И весь спектр можно здесь посмотреть. И ущелье есть, и водопады есть, и горные речки есть. Здесь, конечно же, лес вот такой вот волшебный, горный. Вот, диковинные растения всякие. В общем, наслаждение по полной катушке получите. А не только море. Крым это не только море. Крым это все. Богатая очень природа. Мы прошли километра полтора-два. Сейчас дошли до развилки. И дальше думаем, куда идти. Вот, впереди виднеются горы. Но мы наслаждаемся самим походом по лесу. Он, конечно, невероятный здесь. Вот, цветов, цветов, кругом море цветов. В общем, здесь кругом-кругом цветут лесные пионы. Прям полно их. Тропа постепенно сменяется на каменистую. То есть мы уже прям вот на горном склоне находимся. Мы пришли в какое-то совершенно невероятное место. У меня дух захватывает. Сейчас мы находимся на обрыве. За нами сосны, которые на склоне растут. И все это в плотном тумане. Такая белая пелена тумана, которая спускается на верхушке этих сосен. А впереди, вернее, позади меня, находятся еще красивейшие скалы. Просто сказка какая-то, куда мы попали. Сейчас прям сердце разорвется от такой красоты, которую я вижу. Но никак не могу я вам передать ее через смартфон. Это надо здесь вот находиться, стоять. Здесь такой воздух влажный. Такой вот этот туман, как молоко, спускается вниз в ущелье. Красота необыкновенная. Очень много птиц. Ястребы слетают здесь с ветки на ветку. Сосны такие все корявые стоят. В общем, просто вот какое-то бериндеево царство, дикой природы, дичайшая. Опять тропа повела нас вверх. Я сейчас иду и наблюдаю, как вокруг скалы становится все больше, все круче, виды все невероятнее. И кажется, скоро моим глазам откроются классные картины. Вот предвкушаю. Хотя, может быть, ошибаюсь. Очень хочется дойти до этих скал, и чтобы они были открыты. Сейчас вот невозможно их снимать, потому что вся эта красота закрыта деревьями, растущими на склонах. Нам хочется прям вот, чтобы какая-то площадка открылась, и можно было бы это все поснимать. Но я иду и вот прям просто восторгаюсь. Ой, ребята, я все-таки нашла эту площадку. Я сейчас вам ее покажу. Это просто вау! Это что-то с чем-то. Вот это обалдеть просто. Какие виды. Потрясение сплошное. Там ребята гуляют вдоль обрыва. Где я нахожусь сейчас? Глазам своим не верю, что я здесь сейчас нахожусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Учкожского ущелья Испытываю одновременно три чувства. Три. Это восторг, это страх, и это какое-то еще необъяснимое чувство. Я не могу вам его объяснить. Третье чувство необъяснимое, короче говоря. Потому что красота здесь просто сшибает с ног. И все это еще дополняется красивейшим туманом. Нам с ним сегодня очень повезло. Мы с утра сначала расстроились, что был туман и такой прохладный день. А сейчас обрадовались, потому что это к пейзажам добавляет романтики, красоты. Фотографии должны получиться с ног сшибательные. А во-вторых, ходить по таким горным лесам, вверх по тропам, по каменистым и сложным, в прохладную погоду, гораздо легче, чем, например, было вчера, когда мы шли по Боткинской тропе и умирали от жары. В общем, просто кайф. Испытываю сейчас кайф. Хочется орать от восторга. Такие места волшебные. Ребята, обязательно здесь побывайте. Очень сильно рекомендуем. Попали в волшебное совершенно место. Показывала я вам только что обрыв, с которым виднеются скалы и ущелья. Обратно решили пройтись еще вперед по тропе, потому что хочется посмотреть много интересного здесь. И это вообще ущелье Учкош, оно большое. Самое большое здесь, самая длинная тропа. И вообще здесь троп несколько. Можно по разным направлениям идти. Мы идем на обум. Мы вообще, ну, так просто вот не знаем, куда мы идем, куда глаза глядят. Куда тропа выведет, туда и идем. Меня умиляет, что везде на склонах, кругом растут пионы. Не знаю, видно ли вам их. Вон там розовые головки. Виднеются цветочные. Вот эти пионы. Видите, как красиво. Впервые в жизни я вижу, чтобы в лесу росли пионы. Для меня это вообще открытие большое. Потому что никогда раньше не думала и не подумала бы, что пионы могут расти в лесу или в горах. В горах я уже снимала. Но там они немножко другие. Они коротенькие. А здесь вот на длинных ножках такие вот прям настоящие пионы. Очень красиво. А вообще мы сегодня получаем огромное наслаждение. Пожалуй, из всех мест, которые мы здесь за последние 4 дня видели, это самое красивое место. Вчера вот мне очень понравилась Боткинская тропа. Не только мне, а нам всем 4. Мы думали, вау, вот это красиво. Сегодня прихожу к выводу, что Учкош еще красивее. Потому что здесь скалы такие мощные. Обрывы такие впечатляющие. Сосны. Необыкновенные, конечно, тут растут. И сам горный лес весь в цветах. Очень-очень это производит большое впечатление на нас. Поэтому, ну, каждому свое. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Может быть, я неверно рассуждаю. Я не знаю. Я рассказываю свои личные впечатления. Вот лично мне понравилось это место больше остальных. Ну, а кому как. У всех вкусы разные. Так интересно, я иду таким узеньким коридорчиком. А вокруг растут маленькие сосенки. Сосенки. Ну и, конечно же, внизу обрыв крутейший. Впереди скалы. Скалы и скалы. Сосны вековые стоят с огромными стволами, корявыми ветвями. Все это производит на меня неизгладимое впечатление. Какие-то диковинные растения кругом растут. Какие-то кустарники непонятные. Цветы, которых я не знаю и ни разу в жизни не видела. Вот такие вот корни обнажились на склонах. В общем, атмосфера впечатляющая. И атмосфера такая сказочная. И даже немножечко мрачная. И где-то даже страшная. То есть, вот это вот словосочетание такое страшно красивое. Это как раз очень сильно подходит для здешних мест. Здесь страшно красиво. Вот. Ой, интересно тут продираться. Смотрите. Вот такие вот пейзажи встречаются. Куда нас занесло? Мы и сами не знаем, куда нас занесло. Вот так интересно идти, не зная куда. Совершенно не проштудировали это место. Ничего не успели про него прочитать. По той простой причине, что это было некогда сделать. Я уже объясняла. Вот. Но тем оказалось интереснее. Потому что идти в неизведанное место, это такая авантюра, это приключение, которое только усиливает впечатление и эмоции. Мы сейчас спускаемся по какой-то вообще непонятной тропе. Мы не знаем, куда она нас выведет. Может быть, к очередным скалам. Может быть, к очередному обрыву. Может быть, просто в лес. Может быть, она выведет какой-нибудь горной реке. Может быть, нам встретится водопад. А может, ничего этого и не встретится. Но вот что-то ребята уже обнаружили там. Река? Река? А, то есть, мы дошли до какой-то пересохшей. Очень крутой спуск. И нам нет смысла спускаться. Очень трудно спугаться. Да? В общем, мы уперлись в какой-то пересохшей. пересохшую речку. Но я слышу, шумит что-то. Какой-то водопад. Вода шумит. Это лес шумит. Лес. Нет, это вода шумит. Я дошел до речки? Покажите ее? Нет. Но у меня ощущение, что шумит вода. Возвращаемся назад. Ни к чему мы там не пришли. Уперлись в какой-то тупик, в пересохшую речку. Впереди скалы, на которые не подняться. О, небо немножечко проясняется. Появляется солнце. Ну, утренний туман мы застали. Возвращаемся по солнечной тропе. Все очень красиво. Лес такой прибедливый сразу сделался. Но в тумане он мне нравился больше. Он был сказочный. Небо уже голубое-голубое делается. Туман рассеялся. Но мы успели его заснять. Конечно, туман в горах. Это нечто. Облака рассеиваются и такие дымки. Над вершинами, над хребтами. Вообще просто сказочно все. Нет, Андрей, это не шум леса. Это шумит какая-то вода. Это вода. Это другая река. Я тебе сказала, вода шумит. Ты мне лес-лес. Нет, это понятно. Я речь веду про то, что я сразу поняла, что это вода шумит. Я не знаю, 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 что вода шумит. Устал? Нормально. Есть немного, да? Мне здесь очень нравится. Хочу идти остаться. Оставайся. Оставься меня в этих глубых цветах. Пожалуйста, вот здесь. Шарахаемся по Ялтинскому заповеднику уже несколько часов. Прошли так приличное количество километров. Честно говоря, ноги уже гудят. Они гудят уже несколько дней, потому что мы каждый день ходим по много километров. Но вот эта вот усталость уже в ногах накопилась. И, конечно же, прямо утром встаешь и тяжело расхаживаться. Но здесь сидеть на месте это смерти подобно, потому что пропустишь самую красоту. Поэтому вот скрипя зубами идем, потом как-то уже втягиваешься и уже не замечаешь, что ноги болят. Правда, вечером придем и опять ноги будут отваливаться. От усталости. А вообще, эмоции настолько сильные, что все остальное уходит на задний план. Уже ничего не замечаешь. Когда вот попадаешь на какое-то невероятное красивое место, ты уже не замечаешь, что у тебя там и голова кружится, может быть, от усталости, и ноги болят уже от усталости. И вообще эта усталость как-то пропадает сама собой. Остается внутри только одно сплошное восхищение и восторг от того, что ты смог себя пересилить, подняться с кровати пораньше, выпить чашку кофе и отправиться в путь. А может быть, даже и без кофе, а кофе просто берешь с собой. Пропустить это все нельзя, потому что потом будешь очень сильно расстраиваться, что ты вот приехал в Крым и не побывал вот здесь, не побывал вот здесь. И будет очень это обидно. Чтобы вот этих разочарований потом не случилось, мы стараемся в свое путешествие запихнуть впечатлений по максимуму. Иногда даже с перебором, потому что иногда уже идет перенасыщение вот этих всех красот, которые мы видим, и перенасыщение этих эмоций, которые мы от них получаем. Но, тем не менее, в путешествии у нас не такое длинное, оно не месяц. Оно у нас дней 15 идет, и за эти 15 дней хочется, конечно, посмотреть многое. Все посмотреть не получится, но многое. Но чтобы вот увидеть море и лес горный, и водопады, может быть, какие-то. Ну, в общем, все хочется вместить в эти 15 дней. Мы стараемся изо всех сил. Ребята, конечно, тоже устали, но счастливые, довольные. В общем, даже с дрона сегодня удалось поснимать. Вот на таких вот позитивных эмоциях мы возвращаемся обратно в Гурзух. В общем, возвращаться с этой Учкошской тропы, с этого ущелья, нужно через санаторий. Тут есть лаборатория. От лаборатории нужно поворачивать направо, да, от лаборатории-то? Налево. Налево, да. Вот лево-право у меня вечные проблемы. Мы выходим. Вообще, это территория санатория, поэтому здесь запрещено находиться простым смертным туристам. Ну, нам повезло, нам разрешили. Котяры кругом, кругом кошки. Вообще, Ялта и Гурзух – это города кошек. Но Гурзух – это не совсем город, это поселок. Вот видите, мы находимся на территории санатория. Такие вот красивые деревья тут растут. Я не знаю, что это за цветы такие, что за растения такие, не могу объяснить, не в курсе. Просто красиво, наслаждаемся. Андрюшка складывает свою технику. Я думаю, он сегодня доволен. Немного. Вот, увидите такой значок лаборатории. Поворачиваетесь вот на эту лестницу. И от пятого корпуса идете налево. За лабораторию заходите. И там начинается вот эта вот тропа. Там санаторий называется Дол-Лоссы. Видите, проход и проезд посторонним лицам строго воспрещен. Все находится под охраной. Так что, неимоверные везунчики, что сегодня смогли попасть вот через эту зону на тропу. Ну все, ребята. Мы посетили сегодня Учкожское ущелье. Остались в полном восторге от всего, что мы увидели. Начиная с леса и заканчивая вот этим вот обрывом и скалами. Да? Да, очень понравилось. Вообще, кто изо всех говорил. Учкож переводится как три горы. Три горы. В общем, просто непередаваемые ощущения. Мы в полном восторге. И всем рекомендуем здесь побывать. Вот приехали в Ялту, обязательно сюда съездите. Это того стоит. Для активных. Одно из первых мест для посещения. Да, да, да. Ну все, мы под впечатлением. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok